Здравствуйте! Вы смотрите канал «Совершенно секретно». Меня зовут Дмитрий Губин. И с вами программа «Наше время». В «Наше время» в 2012 году, 30 января, мы будем отмечать 130 лет Франклина Долану Рузвельта. 32-й президент США. Фантастическая фигура не только для американской, а для российской истории, в том числе и современной. Я просто буду сгибать пальцы. Первое. Любимый американский президент Владимира Путина. Раз. Два. 20 лет правила Америкой. Какие там два срока? Правда, единственное было во всей американской истории, кто больше двух сроков стоял у руля. Три. Признал Союз Советских Социалистических Республик в 1933 году. Кстати сказать, год Голодомора. Четыре. Прагматик. Пятое. Вот это вот кресло-каталка, которое все помним по фильмам, Ялтинская конференция и так далее. Очень кинематографичная фигура. Вот что такое был Рузвельт? Можно ли его сегодня использовать как некий персонаж во внутренней российской политической борьбе? Все это бесконечно интересно, но бесконечно запутано. Человеком, который разматывает сегодня этот клубок на наших глазах, является доктор исторических наук, руководитель Центра Североамериканских исследований Института Всеобщей Истории Российской Академии Наук, профессором ГИМО, председатель Российской Ассоциации Американистов Владимир Согрин. Владимир Викторович, здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый день. Очень приятно. Ну вот, скажите, пожалуйста, а у Путина и Рузвельта действительно есть что-то общее? Вот за что Владимир Владимирович так Франклина Делану любит? Ну, вот знаете, я считаю, что это был, вообще говоря, политтехнологический ход. И впервые этот шаг был сделан... Да что вы, Путин не врет. Он всегда говорит правду. Я без иронии, без малейшего. Естественно. Но я, как, так сказать, профессиональный исследователь, вижу за этим вот такой скелет, как политтехнологический ход. Значит, этот ход впервые на моих глазах произошел пять лет назад, когда отмечалось 125 лет со дня рождения Рузвельта. Я присутствовал на конференции, которая была организована, вот как раз в МГИМО, но под верховенством администрации президента. В частности, Владислав Юрьевич Сырков присутствовал. И когда зашла речь о Франклине Рузвельте, то очень скоро один из ведущих политтехнологов Кремля сказал, что когда мы говорим Рузвельт, мы подразумеваем Путин. И вот произошло такое отождествление, которое стало раскручиваться. И когда понадобилось обоснование выдвижения Владимира Владимировича на третий, четвертый срок, то опять-таки... Ну, 20-20 лет. Вот вам хваленая американская демократия. Что хотят, то есть говорят, когда хотят. Но, вступая в дискуссию по этому вопросу, я, конечно, сразу хочу сказать, что это совершенно две разные фигуры. Они принадлежат абсолютно разным политическим культурам. Американская политическая культура, в общем, демократическая, гражданская и российская. Колумбийский университет, Гарвардсаду и Ленинградский государственный университет. Подданическая так. Они, конечно, дают совершенно разных лидеров. Но, по сути, нет сходства, поскольку оба лидера принадлежат разному культуру. Ну, и по каким-то деталям, мелочам тоже есть различия. Мотивы, по которым Рузвельт выдвигался на третий и четвертый срок. Кстати, это безумно интересно. Тогда не было ограничения такого на количество сроков. Вы знаете, тогда был только прецедент. Потому что первым человеком, который сказал, нет, больше двух раз нельзя быть президентом, был первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон. Когда ему предложили, а Конституция не ограничивала избрание в должности президента, ему предложили в третий раз баллотироваться, он сказал, нет, достаточно двух сроков для демократической страны. И прецедент Вашингтона был настолько серьезен, что ни один его преемник, чтобы не войти в историю американскую в качестве разрушителя демократии, никогда в третий раз не баллотировался, даже в голову не приходило. Рузвельт, когда его выдвигали в третий раз, в 1940 году, он категорически отказался. Он написал письмо отказа съезду демократической партии, но съезд начал вопить. Рузвельтов президенты, Рузвельтов президенты, потому что началась Вторая мировая война. Но и у нас говорят то же самое. Я с вами согласен, но в американском случае, 1 сентября 1939 года, началась мировая война. Франция терпела сокрушительное поражение. Вот-вот должна была потерпеть поражение, в принципе, и Англия. И в этой ситуации, когда на карту была поставлена судьба самой Америки, конечно, с его стороны было бы предательством демократии отказаться от выдвижения на третий срок. Но на четвертый срок это уже, так сказать, тоже... В общем, в принципе, на четвертый срок он, наверное, мог не выдвигаться, поскольку победа, в общем, уже была как бы в кармане у союзников. Но нужно было завершить. И, кстати, для Советского Союза это было бы очень неплохо, если бы он до конца выдержал четвертый срок, потому что, в отличие от Трумэна, он очень неплохо относился к Советскому Союзу. А мы сейчас еще об этом поговорим. Он ведь умер за сколько дней до конца войны? Он умер в апреле, 12 апреля 1945 года. Значит, считайте, это практически за месяц. За три недели, за месяц до окончания войны. Немножко меньше месяца. А давайте вот с самого начала, если вы позволите. Вот объясните, пожалуйста, это ведь жутко интересно, как становятся президентами. За Ельциным стоит целая история страны, где нужно было идти там работать на производство, вступать в партию там и служить в армии, между прочим. За Путиным целая история. Коазово, звезды нужно было получить на погоны и стать рыцарем невидимого фронта, прежде чем тебя к трубе допустит. Вот что такое рождение и становление Рузвельта? Вы знаете, в Америке президентами становились выходцы из разных классов. И из верхнего класса, и из среднего, и из нижнего. Там были выходцы вообще из лесорубов, например, Авраама Линкольн или Эндрю Джексон, два выдающихся президента. Но было немало президентов, которые вышли из верхнего класса, из аристократического класса. В общем, Франклин Рузвельт был выходцем из аристократического класса. Но что очень важно для этого слоя президентов, которых представлял Франклин Рузвельт, у них была с кровью матери впитана американская демократическая культура. И в первую очередь это договорное создание власти, что каждый президент заключает договор с нацией. И нужно сказать, что у Рузвельта, когда мы его читаем речь, вот у него были такие беседы у Камелька с народом, у него был рейтмотив, что президент, в отличие от партии, выражает интересы народа. Но он выражает в первую очередь интересы той части народа, как говорил Рузвельт, который больше всего в данный момент нуждается в этом. И в 30-е годы, несмотря на свое классовое происхождение, он был из очень богатой семьи. Из очень богатой. И у него родственники были. Напомните, кто родителем. Теодор Рузвельт, вы знаете, он же произошел из семьи голландских корней. И голландские корни у Голландии была колония, Новый Амстердам, которую потом англичане перехватили и создали город Нью-Йорк в этой колонии. И самые богатые голландцы, они были такими лордами вот этой Гудзоновой долины на реке. И его предки были как раз земельными лордами. И отец был необычайно богатый человек, который не только был землевладельцем. Вот это прекрасное поместье Рузвельта, Гайд-парк. Все наши американисты знают и, наверное, там побывали. Это огромное поместье, очень дорогое. Но, кроме того, он занимался финансовыми успешными спекуляциями. Так что он был очень богат, ничего не нуждался, получил прекрасное образование. Но, тем не менее, связал себя с самого начала. В этом смысле он разошелся со своим близким родственником Теодором Рузвельтом. 25-м президентом США. Но он же родственник по жене. По жене. У него самого тоже были, кстати, связи. Так что у него с женой, я бы сказал, была такая связь, может быть, немножечко странная. В принципе, вы знаете, у них ведь не было большой любви с женой, с Элеонорой. Зато она была знаменитой. Она была знаменитой. Она была очень умная, интеллектуалка. Но у него был роман. И этому роману, нужно сказать, он был предан до конца жизни. Я имею в виду фронта Теодором Рузвельта. Я правда не помню. Сложился же еще чуть ли не в годы Первой мировой. Да, да, да. Жена не простила. Жена не простила. Да. Это была секретарша его жены. Но осталась она, осталась. Но, по крайней мере, он себя самого начала связывал с демократической партией США, которая уже... А уже потом с практиканткой Белого дома. Как у них там водится? Она была практиканткой его жены. Ну, видите, времена меняются. Ну, я думаю, вы знаете, до тех высот секса, до которых дошли связи с практикантками в 1990-е годы, тогда дело, конечно, не доходило. Время было по-ританскому. Да, время было по-ританскому. Вы знаете, чтобы... Эта деталь здесь самая интересная. Не то, что был эдультер. Самое здесь интересное, это реакция жены. Реакция жены. Которая остается рядом. Вы знаете, никто не доказал, что у него был, так сказать, сексуальный эдультер с этой женщиной. В отличие, допустим... Тем страшнее для жены. Тем страшнее для жены. Да. Но, несмотря на позицию жены, он поддерживал вот такую романтическую, духовную связь его вот этой избранницы. Как я представляю, как женщина была дороже, чем жена Франклина Рузвельта. И он так продолжал, условно говоря, встречаться, а жена превратилась... Нет, жена пресекла эти встречи. Пресекла. Потом это была чисто духовно-романтическая связь. Но Рузвельт был этой связью ранен до конца жизни. А знаете, чтобы сразу, как это называется, загадки мировой истории. Вот эта история с инвалидным креслом, которая, конечно, на виду в буквальном смысле слова, всех, безусловно, интригует. Особенно, если знать, что Франклин Рузвельт переболел полиэмилитом отнюдь не в детстве. Нет. Он отнюдь... Вот расскажите об этой истории. Ну, ему уже тогда, когда он переболел, ему, получается, было 37 лет. Потому что это было в начале 1920-х годов. Ну, он... То есть зрелый Пушкин был. Он был очень зрелый. Он был, знаете, он был спортивный человек. И осенью глубокой он предложил своим родственникам, детям, предложил искупаться в холодной воде. Это совершенно был безумный поступок. Он не обратил на это внимания. Ну, и последствия были совершенно страшные. Вот, которые до конца жизни с ним остались. Но вот в традиции американского self-made man, человека, делающего самого себя, он это преодолел. Вы знаете, это в американской традиции, когда люди с колясками становятся чемпионами олимпийскими и так далее. Ну, и у нас, в принципе, это укореняется. Но Рузвельт, сидя в коляске, стал выдающимся политиком, изменил судьбу Америки, я считаю, изменил судьбу мира. Повлиял, потому что это битва трех гигантов. Гитлер, Сталин и Франклин Рузвельт закончилась победой, безусловно, Франклина Рузвельта. Человек в коляске. У нас в советский период были люди, очень известный историк, не буду его имени называть, который вообще, говоря, позволил себе издеваться в связи с этим над Рузвельтом. И в биографии Рузвельта, которая была, пожалуй, наиболее известной в советский период, он представил Рузвельта как такого идиота в коляске, я бы сказал. Вот так потешался над ним. Но, слава богу, времена меняются. Сейчас, конечно, к Рузвельту отношение другое. Биографии о нем мы пишем совершенно другие. Но это только совершенно невероятное мужество. А, знаете, мне приходилось слышать, что да, мужество, естественно, очевидное. Потому что в 37... Это одно дело, ты осознаешь, что родился инвалидом, когда взрослеешь. Другое дело, в 37 лет, когда мужчина в самом рассвете. Мне приходилось слышать, что он в конечном итоге очень ловко пользовался этой своей инвалидностью. Несколько раз я об этом слышал. Вот разделяете ли вы эту точку зрения? Если разделяете, то вот в чем эта ловкость проявлялась? Или даже не просто ловкость, а уловка, скажем так. Вы знаете, я, честно говоря, допускаю, что такая точка зрения существует. Но, на мой взгляд, политтехнологи могли использовать этот факт. Так сказать, вызывать сострадание. К сожалению, что человек в коляске, он знает, что такое страдание. Он знает страдание простых людей. И он может им сострадать. В отличие от человека, который это не познал. Это, конечно, политтехнологически можно использовать. Но, на мой взгляд, Розовель действительно по своему политическому таланту, по глубине своего политического интеллекта, был настолько вне конкуренции в Америке 30-40-х годов прошлого века, что этот фактор, в общем, не имел решающего значения. Но как политтехнологический момент, который позволял утверждать, что он понимает страдания людей. Он сам страдающий человек. Очень важно то, что вы сказали. Потому что у нас все принято объяснять политтехнологиями. То есть, некой циничной, проплаченной интерпретацией подгонки реальности под нужный результат. А вот скажите, все-таки, Франклин Рузвельт, он действительно чувствовал страдания других людей? Или он был хирургом в гигантской операционной мира? Когда хирург... Но мы же не сдаемся вопросом, чувствует ли хирург страдания людей. Это даже не то, что это глупо. Это не имеет отношения к работе хирурга. Я же молчу о том, что лучше бы он скальпель. Вы знаете, это очень хороший вопрос. И я на него отвечу так. Знаете, я читал очень много мемуаров американских политиков и оценок выдающихся политиков разными людьми. И, в общем, вот такая устоявшаяся точка зрения, что ни один американский политик, тем более выдающийся, он никогда не раскрывался. Он всегда оставался человеком в себе. Вот, допустим, когда я читал мемуары Клинтона о Франклине Рузвельте, Клинтон пишет. Он не о Рузвельте, а о Рейгане, о Рональде Рейгане. Он пишет, что я любил этого Рейгана, он был совершенно потрясающий оратор и коммуникатор. Но я до сих пор не понимаю, каким он был на самом деле человеком. Невозможно его раскрыть. О Франклине Дилану Рузвельте говорили и писали то же самое. И это фактически на сегодняшний день консенсус. Вердикт единодушных всех историков. Что, так сказать, кем был на самом деле Рузвельт. Вот есть такое выражение о нем. Лев и лисица. Ну, вы знаете, это есть такая биография знаменитого американского историка Рузвельте. Но на самом деле это клише было Макиавелле предложено, что каждый выдающийся политик, он должен совмещать два начала в себе. Льва и лисицы. И кем был на самом... Наверное, он еще кем-то был, кроме Льва и лисицы. Но кем он был на самом деле? Он был на самом деле тем, кем нужно было быть в данный момент. Но возвращаясь к Рузвельту и его отношению к людям, его понимание сострадания, я читал речи Рузвельта. В частности, вот я могу порекомендовать нашим слушателям и зрителям. У нас издана такая книжка «Беседы Рузвельта с простыми американцами». Называется «Беседа у Камелька». Это была регулярная программа? Это была программа, напомните, я бы забыл признаться. Он садился у радио. Ему сказали, понимаешь, что в такой ситуации, когда все трещит по швам, люди там с голода погибают, люди мигрируют, нужно с народом общаться. Это времена Великой Депрессии. Это времена Великой Депрессии. И потом были не менее простые времена Второй мировой войны, когда тоже нужно было американцам объяснять, ради чего они страдают, и что из этих страданий может выбраться. И когда я читаю эти его беседы, то у меня создается то же самое впечатление, которое создавалось у американских, у десятков миллионов простых американцев, которые слушали Рузвельта, что он им сострадает, что он искренне хочет их вытащить из этих бед, из этих трудностей. И я верю в его искренность. Действительно он это хотел. Ну, простите, разве же пресс-служба, как бы она тогда ни называлась, не писала ему от имени простых людей вопрос, а, быть может, ответ. Мне действительно, ну, извините мою невольную иронию, да, кто к какой реальности привык, тот такие вопросы задает. Но тем не менее, а как вот эта вот часть пиар-компании тогда проходила, это было действительно ответы на реальные вопросы? Безусловно, безусловно. У него был так называемый мозговой трест, и в этот свой мозговой трест, брейн-траст, он привлек не журналистов, не политтехнологов, а он привлек лучших профессоров Колумбийского университета. Который сам закончил. Да, да. Так был Берли, некоторые другие, которые ему очень хорошие программы разрабатывали, понимаете? У меня не повернется язык назвать этих людей политтехнологами. Но все они признавали, что... А, извините, а кто они были по специальности? Они были по специальности, это были разные, это были, так сказать, вот political scientists. Ученые, практически. Это практически невозможно. Это были экономисты, это были историки, это были обществоведы, вообще говоря. Интересно. Но больше всего, пожалуй, было экономистов. И он им ставил задачи какие-то? Он им ставил задачи, да. Они все признают, что стратегию всегда выдавал Франклин Руссельд, который говорил, допустим, что вот сейчас разработайте стратегию, как вытащить промышленность из кризиса, так? И ему они разрабатывают, так? Затем второй, допустим, шаг, это как вытащить рабочих из положения, угнетаемых капиталом. Как вытащить, так? Они ему разрабатывают. То есть вот этот вот знаменитый, пресловутый, практически легенда, этот доллар за день общественных работ, или сколько там платили. Да, да, да. Ну, там побольше платили. Ну, там маленькие, конечно, платили деньги. Но, вы знаете, благодаря этому была ликвидирована безработица, и люди себя почувствовали людьми. Понимаете, для американцев с их национальной ментальностью так страшное унижение быть безработным. Страшное унижение... То есть не бедным, а именно безработным. Да, именно безработным, да. Именно безработным. Но ведь там еще была одна жуткая вещь. У нас очень любят говорить о Рузвельтовском долларе на общественных работах. И вообще в общественных работах. Вспомните, 98-й год, сколько было аналогичных предложений. Но нас забывают о второй части. Не такой приглядной эта история. Ведь человек, прежде чем получить направление на общественные работы, с гарантированной оплатой, вы помните, что он должен... Отсутствие чего он должен был доказать у себя? Автомобили. Недвижимости. И звучит сейчас дико, по тем временам понятно. Радиолы. То есть он должен был доказать, что он беден. Да. Реально. А не жить, как... Ой, милый! Там квартирка приватизирована, но денег подайте. Знаете, значит, в 1930-е годы Америка очень отличалась от сегодняшней. Тогда средний и верхний класс насчитывали всего 20% от населения. 80% населения не владели ни домом, ни автомобилем, ни даже, допустим, там, холодильником. Так и, что касается радиоприемников, насколько я помню, они тоже были только у 40% американцев. Так вот почему. То есть 60% американцев это были бедные люди. Это реальность. 30-е годы. Но благодаря реформам Рузвельта уже в 1950-е годы, в значительной степени благодаря его реформам, в Америке средний класс вырос до 60%. И я вам скажу очень важный факт, как это произошло. В первую очередь Рузвельт дал рабочим право быть равными партнерами бизнеса на рынке труда. Он сказал, рабочие имеют право бастовать и... А раньше не было. Раньше не было. И предприниматели обязаны заключать коллективный договор с профсоюзом. Нет, нет. Одну секундочку. Все мы читали «Рэк Тайм», где фоном там проходит как раз вот это вот забастовочное движение. Там одна из главных героинь, его военница. Это как же простить? Нет, значит, забастовочное движение носило дикий характер. И кроме того, предприниматели в условиях отсутствия легальной защиты рабочих всегда могли наднять пинкертоновцев, которые отстреливали руководителей профсоюзов, набирали штрейкбрекеров и так далее. Рузвельт эту возможность исключил. Только предприниматели имеют право и обязаны заключать соглашение с профсоюзом. И в течение 10 лет... То, что мы назвали колл-договор, да? Да. Он называется закрытый цех по-американски. Лос-щоп. Значит, рабочие благодаря этому за 10 лет увеличили свою реальную зарплату. Я подчеркиваю, реальную, а не номинальную. Реальную зарплату увеличили в два раза. Они выиграли 90% стачек. И бизнес... Это все в условиях... Это все в условиях, да. В условиях вот этого... И, как говорили американцы, бизнес был загнан в собачью конуру. И только в конце 30-х годов, когда Рузвельт увидел, что бизнес, в принципе, уже воспитан, осознавать социальную ответственность, так, ну, тогда он сказал, ну, нужно, так сказать, теперь компромиссы с бизнесом заключать. Потому что вообще он не был, конечно, против бизнеса, он понимал, что это основа успешного экономического развития, но он очень четко выстраивал вот этот баланс между разными слоями общества, который бы позволил и промышленности развиваться, и среднему классу увеличиваться, и с кризиса. Правильно ли я вас понимаю, что идея либерализма, либеральной экономики, как ее понимал Рузвельт, состояла не в том, что смысл либеральной экономики, наибольшей эффективности любой ценой, а смысл либеральной экономики в балансе интересов живых людей. Безусловно. Вы понимаете, почему я задаю вопрос. Потому что у нас считается минимизация издержек. Что это за издержек? Это люди вообще живые. Вы знаете, Рузвельт, когда пришел к власти в 1932 году, он, по сути дела, объяснил причину кризиса, как объяснял ее Карл Маркс. Причина в 20-е годы, когда 5% американцев сосредоточили в своих руках 80% доходов, но им это не нужно для того, чтобы удовлетворять свои потребности. И 80% американцев были подсажены на вот эти кредиты. Была создана система кредитов, они утратили способность расплачиваться. Но, собственно говоря, то же самое, что произошло в 2008 году. Там, так сказать, только в 2008 году Америка рухнула. Там страна подсела на кредиты. Да, там были кредиты на дома. А в данном случае были кредиты на радиоприемники. И на холодильнике, и на автомобиле в 1920-е годы. И Рузвельт сказал, что нужно резко расширить покупательную способность 80% американцев. Это главная цель. И тогда мы и бизнес вытащим из кризиса, так и люди станут людьми. Так, значит, Обама, это никакой не Рузвельт? Нет. Обама Рузвельт, а не Анинс. Абсолютно. Абсолютно. Ну и где же там результаты попытки ущемить этих толстых котов? Ну, ситуация несколько иная. Вы знаете, вот в 1937 году Америка была настолько на дне, что даже республиканская партия согласилась Рузвельту дать карт-бланш. Они понимали, что Америка погибает, тем более мы примем во внимание, что два главных соперника Америки это гитлеровская Германия. Он тоже пришел к власти, как и Рузвельт в начале 1933 года. Рузвельт 4 марта 1933 года принес присягу. Гитлер стал в январе 1933 года канцлером. И Сталин с его успешной первой пятилеткой так. И создается ситуация, когда Америка будет призрадена Германией и Советским Союзом. Это было настолько страшно, что республиканская партия сказала Рузвельт на тебе делай что угодно. Ради Бога спаси нас от фашизма и от коммунизма. Это не преувеличение, потому что все-таки другой континент это там за морем. То есть Америки в разные периоды была свойственна политика не то что изоляционизма, но нечто такое. Это там за морями их география вот к такой политике просто подвигала. Вы знаете нет, на самом деле Америка она была мессианской страной с момента своего рождения. Конечно, это парадокс. Вот сочетание соединения демократии и мессианизма, поскольку мессианизм он в своем контексте заключает и империализм вообще говорят. Ну да, мы ответственность за весь мир это как проповедники христианства. Идея ответственности за весь мир в Америке уже давно пестовалась. Вот наиболее выдающийся президент, который ее артикулировал, это был Вудро Вильсон. Франклин Рузвельт был вильсонианцем. И в своих речах и в своей идеологии он постоянно подчеркивал вот две главные опасности для наших ценностей. Это фашизм и коммунизм. То есть он все-таки вел речь с ценностей а не с экономикой. И то и другое. И то и другое имело значение. Но повторяю, что в 1932 году в условии, когда республиканцы по сути дела признали, что они утратили способность спасать нацию, они дали ему карт-блаш. Он делал все, что хотел. И давайте вот просто опять же по пунктам. Первое, он ограничивает интересы, свободу, возможности толстых котов, которые сосредоточили в своих руках не больше чем капиталистов. Но при этом он им объяснил. В Америке все-таки капиталисты, они были достаточно просвещенные люди. Он им объяснил. Они это все понимали, что все, мы рухнули. И 90% может быть это были не самые жирные коты, но средние коты 90% было так, они приняли программу Рузвольт и они подписались, это называлось кодекс честной конкуренции. Они подписались, что они будут рабочим давать хорошую зарплату, нормально, но по тем временам, так, что будут сократят эксплуатацию, будет меньше рабочая неделя, так, они согласились на определенное регулирование цен и на регулирование цен, безусловно, безусловно, да, кодексы подписали и на преодоление производства, давайте производить поменьше, пока мы выйдем из Креции, так, так, что определенный компромисс, консенсус с этими, ну, я говорю, средними котами был достигнут, может быть, самые жирные коты 10% они не пошли на это, но так, в принципе, это произошло. Значит, профсоюзная, кодельницкая... Второе, действительно, он дал профсоюзам право отнимать значительную часть прибыли. Вы знаете, насколько я помню сейчас, так, до Рузвельта доля рабочих в прибыли составляла где-то 30-40%, после Рузвельта она выросла и на сегодняшний день составляет 60%, то есть, резко выросла. А для сравнения, вы не знаете данных по России? По России где-то в два раза насколько я помню меньше. То есть, 30-40%. Да, да, да. Ну, 30-40%. Господа, мы живем в дорузвельтовской Америке. Мы живем дорузвельтовской времени, совершенно верно. Поэтому нам было бы неплохо сейчас Рузвельта иметь, но, увы. И вот комплекс этих мер это и было названо новым курсом Рузвельта. Он обратился к нации, как это выглядело? Или только вот эти вот беседы у американцев? Обратился, вы знаете, у них уже была отработанная система общения, у них уже была модель риторического президентства, который, кстати, отработал. Что это такое? Риторическое президентство, когда он разъезжает по всем штатам, жмет руки и постоянно объясняет, что он хочет для этих конкретных простых... Он занимается риторикой. Я подумал, да, что риторический президент, которому ты можешь задать любые вопросы, все равно он не будет на них отвечать, даст ответы, которые нужно. И он, ну, нужно сказать, что это ему придумали. И вот, так сказать, мозговой трест, допустим, вот это крылатые выражения «забытые американцы», «фагротные американцы», «забытые американцы». Вот это вот американские Акаки Акакиевич, Да, 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 это 80% их оказалось, забытых американцев. Это был очень крылатый. Потом крылатые совершенно фразы «нет ничего страшнее, кроме самого страха». Это вот совершенно блестящее выражение, такое очень емкое, очень короткое. Или, допустим, экспериментировать. Давайте экспериментировать, пытаться изменять ситуацию. Пусть эксперимент потерпит вот в данный момент крах. Давайте новый эксперимент, так, но давайте совместно экспериментировать ради того, чтобы вот этих забытых людей с этого дня поднять. Опять же, слушайте, какая пророссийская, в том смысле, что имеющая колоссальное значение для нашей сегодняшней истории фигура. Довольно значительное количество людей, я переношусь уже в русскую современную историю, приходит к выводу, что на самом деле в классическом революционной ситуации, в ленинском, марксистском, о ее описании, верхи не могут, не за них хотят, там ухудшившееся материальное положение. Вот важнее всего, это ухудшившееся материальное положение. А новейшая история показывает, что уязвленное самолюбие, когда люди понимают, что они не просто забытые, что они их ноги вытирают, что они пыль лагерная, что они дерьмо полное на пути кортежа, что вот это является движущей силой современных революций. Вот почему низы-то, собственно, не хотят, вот потому что от них ноги вытирают. Опять же, правильно я понял, что Рузвельт так или иначе возвращал вот этому забытому американцу ощущение его причастности к общей истории страны. Безусловно. Но опять-таки я хочу подчеркнуть, что в Америке изначально сформировалась совершенно другая политическая культура, которая вбирала в свой контекст действительно нацию в целом. Ведь в Америке никогда не было вот феодального общества, так, деления людей на аристократический класс и простых. В рабовладельческих в Штатах. Это верно. Абрам Линкольн. Но все-таки давайте, так сказать, может быть, это в моих устах прозвучит несколько цинично, но между Россией и Америкой есть принципиальное различие. В России 5% русских на протяжении столетий превращали в быдло, в пыль 95% своих же русских, своего этноса. Все-таки в Америке это совершенно не оправдывает так, но там белый тетнос был абсолютно независимо от того, кто ты, так сказать, бедняк или ты богатый, они все были джентльменами. И они обращались друг к другу. Мистер, независимо от того, какому классу ты принадлежишь. Действительно, вот черная раса, да, она была порабощена. Но вы знаете, с точки зрения политкорректности сегодняшней, так, рабство, что в России, что в Америке одно и то же, так, но с точки зрения историзма, все-таки это, почувствуйте разницу. Ну да, да, тут об этом кто только не писал. Вы знаете, в 19 веке, мне кажется, 90% просвещенных людей считали, что чернокожие являются все-таки низшей расой по отношению к белому. С точки зрения сегодняшнего дня, это, конечно, дикость вообще, и мы их должны заклеймить, но тогда ментальность была все-таки другая. И поэтому с точки зрения истории проводить различия между российским рабством и американским, мне кажется, все-таки необходимо. проходи. Ну да, и продолжительность другая, и оппозиция церкви другая, о чем еще там Чадай в философических письмах писал. Это да. Смотрите, пожалуйста, а вот мы забыли, точнее, не забыли, выпустили немножко из виду знаменитую Элеонору Рузвель, да, а вот чем она занимается при мужа? Вот это женщина, которая не может простить мужу измену, но которая рядом, она тоже ощущала свою миссию, да, какую-то? Безусловно. Ну, вы знаете, я думаю, что она ощущала миссию даже независимо от Франклина Рузвельта. Она сама была аристократкой духа. Она сама, вот я бы сказал, что она олицетворяла с собой вот эту новую женщину. Ну как, слушайте, одну секундочку, извините. Пять детей, вначале, вообще, насколько я помню, в начале брака там, ну такая этот самая многодетная мамаша. окруженная выводка. Ну и что? Я имею в виду... Я никуда она там особенно не совала. Что произошло, мне интересует? То есть, был ли, или это неверная интерпретация? Вы знаете, я... Было ли такое становление вот от домохозяйки в политике? Вы знаете, нет. Я считаю, что Леонора Рузвельтона изначально, и об этом факты говорят источники, она изначально интеллектуально была равной парой Франклину. Абсолютно. Вот. и, так сказать, вот этот их... Я бы сказал, что у них в первую очередь как раз был интеллектуальный альянс. Может быть, даже вот такой недушевный, как у него секретарший, может быть, никакое-то нефизическое влечение, как мне представляется. А им у них было... Она была интеллектуалкой, безусловно. Им было интересно. Да, им было интересно. Она давала ему очень много советов. Ну, например. Ну, сейчас мне трудно сказать, честно говоря. Но он прислушивался. Это точно. По крайней мере, он обсуждал с ней все. И она активно участвовала и в работе мозгового отрезка. Ну, и она выполняла очень важную политтехнологическую, что ли, современную закон, если выразиться, функцию. она склоняла женщин американских на сторону Франклина Рузвельта. Безусловно, она его женский электорат. Ведь в Америке относительно недавно до прихода Рузвельта к власти, только в 1920 году женщины получили избирательное право. И поскольку их, как и в любой нации, было большинство, они составили половину электората. Поэтому роль Леоноры в этом отношении была очень велика. И Рузвельт, он впервые стал женщин водить в правительство. Вот министр труда Фрэнсис Перкинс, это была женщина впервые в американской истории. Ну и в целом женщины при нем сделали очень серьезный шаг вперед в выравнивание. А как вот эта вот нация, как Америка в целом это воспринимала? Я опять, конечно, провожу грубую, отвратительную, но в руках имеющуюся параллель. У нас никогда хорошо не реагировали, когда первая леди страны хоть сколько-нибудь отделялась от своего мужа и что-то там начинала делать сама. То есть вот Людмилу Нарусу, как к ней не относись? Ее признали в качестве самостоятельного человека только после смерти ее мужа, после смерти Анатолия Собчака. История с Раисой Горбачевой, то есть история со всеми. Либо жены вообще не видно и не слышно, и кто она, ты не знаешь, и почему муж является на избирательный участок без жены, вопреки всем ожиданиям, хотя, видимо, может не допускать, что про нее что-то будут говорить. Либо это все очень неудачные варианты появления. Вот как там воспринимают? Вы знаете, я думаю, что и в Америке первая леди выдвинулась действительно на очень важную роль только благодаря этой личности Элеоноре. Потому что до этого я не припомню ни одного случая, чтобы первая леди в американской политике играла такую серьезную роль. Например, у Джорджа Вашингтона была очень такая влиятельная властная авторитарная жена, но в политике она никакой роли не играла. Элеонора была первой благодаря своим качествам. Ну и после Элеоноры трудно назвать женщин, которые бы каким-то образом реально участвовали в политике. Например, Жаклин Кеннеди, да, она была первой леди, она сопровождала, но извиняюсь, конечно, может быть, я выражусь не очень политкорректно в отношении Жаклин Кеннеди, она все-таки роль такого эскорта играла при... В хорошем смысле. В хорошем смысле. При Джоне Кеннеди. Нэнси Рейган, ну, я тоже думаю, скорее, вот, единственное, первая женщина, которая вот так вот блистала интеллектом, так, после Элеоноры, это, конечно, была Хиллари Клинтон. Да, несомненно. Безусловно, да. Так что, вы знаете, ну, например, про первую леди сегодняшнего дня я не могу этого сказать. Нет. Пожалуй, вот только Хиллари Клинтон и Элеоноры. Так что, это, даже я бы не сказал, что это черта именно американской политической культуры. Ну, другое дело, конечно, что у нас-то они просто были, так сказать, задвинуты. Вот. У нас, так сказать, доминировал какой-то мужской шовинизм в поведении первых лиц. И действительно, только с Раисой Максимовной ситуация начала меняться. В Америке этого никогда не было, но вот, чтобы первая леди интеллектуально и политически играла такую выдающуюся роль, это тоже не так часто было. А она как-то влияла на вот этот brain trust, да, мозговой трест? Она участвовала в их беседах, безусловно, да. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, безусловно, да, участвовала в их беседах, давала свои советы. И вот, мне интересно, механика работы этого штаба, да, мозгового. Мне приходилось слышать, что вот у Рузвельта было феерическое чутье. И даже всех выслушав, и выслушав рациональные доводы, он принимал решение, которое могло бы казаться иррациональным. Может быть, это легенда, может, на самом деле, я не знаю, готов вас выслушать. Насчет иррациональности это сложно, противоречиво, поскольку у Рузвельта была очень такая глубокая, хорошая, либерально-демократическая идеология. Вот. Человек с другой идеологией не смог бы осуществлять вот такие иррациональные поступки, которые осуществлял Франклин Рузвельт. У него была эта идеология. Идеология о том, что труд, например, это одна из его принципиальных идей, что труд в Америке стоит выше капитала. Это не только его идея. Этой идеей придерживался, например, и Авраам Линкольн, что труд стоит выше капитала. Труд все создает, а не капитал. На первом месте мы должны заботиться, в первую очередь, о труде, его вытаскивать из тяжелой ситуации. У него была идея о том, что каждое поколение американцев, он ее воспринял от Томаса Джефферсона, имеет право заключать новый общественный договор. Без этой идеи о праве каждого поколения американцев, что мертвые не должны хватать живых. Интересно. Что каждое новое поколение американцев имеет право на собственные общественные договоры. А практически это что? А практически это дает право на эксперименты. Это дает право на эксперименты, на законодательство, которое является беспрецедентным и которое кажется в сравнении с этими мертвыми какой-то революцией. Так что эксперименты действительно были. Например, совершенно его неожиданный эксперимент у американцев была абсолютная догма, что бюджетного дефицита не должно быть никогда. Что бюджет всегда должен сводиться с профицитом. Это классическое следствие дабл-чек. А он признал... Двойной записи в бухгалтерской. И нужно сказать, что потом некоторые говорили, что вот Кейнс на него повлиял. На самом деле источники показывают, да и Рузвель сам говорил, ну при чем здесь Кейнс? Он с Кейнсом встречался, но уже после того, как стал проводить этот эксперимент. Но на самом деле он встретился с ним уже после, во время своего второго срока. Но уже в первый срок он понял, что если вот сейчас не создать бюджетный дефицит, то не накормить голодных. Работаем не дашь. Вот в данном случае... Взять в долг, взять в долг у будущего, чтобы накормить сегодня. Вы знаете, к сожалению, потом-то, так сказать, все это достигает крайности, крайних степеней. Вот, допустим, сегодня, эта здравая идея Рузвельта для тяжелой ситуации, она приобрела крайность. И уже американские президенты стали злоупотреблять этой идеей, так? И, допустим, углублять бюджетный дефицит не ради спасения простых людей, а ради того, чтобы Саддама Хусейна поставить на место, так? Ради того, чтобы Талибов поставить на место. То есть, ради совершенно других целей. Продолжая линию мессианства такого семейного мусора? Продолжая линию мессианства, безусловно. Признаться, я не знал, что был без дефицита на американский бюджет Рузвельта. Всегда. Никогда. Это считалось вообще немыслимым. Это считалось, это хуже, чем преступление. Это политическая ошибка. Этого не было никогда. Слушайте, это Кейнс сказал perception is reality, что представление есть реальность. Ну, я думаю, что это многие говорили. Тоже очень по-американски. И вот то, что вы говорите по-русвельтовски. Создайте это представление. Да, Окей, англичане, правда, но тем не менее, да. Не, ну, это, так сказать, такая общая. А вот эта вот история совершенно колоссальная легенда, я не знаю, насколько она история, легенда точно, что вот якобы лёджетли, предположительно, да, в это самое время Голливуд начинает создавать вот великое американское кино, которое является немаловажной частью того механизма, который, в общем, выводит Америку из Великой Депрессии. Вот это вот обязательно хэппи-энд, вот это соответствует действительности? Я думаю, да, конечно. Потому что в 20-е годы было другое кино, кино 30-х. это именно отсутствие хэппи-энда в 20-е и присутствие в 30-е? Оно меняется. в общем, там и ведь система создания фильмов, и, ну, вы знаете, здесь, конечно, кино-то было не всегда таким однозначным, потому что Чарли Чаплин в 20-е годы приобрёл американскую мировую известность, но в 30-е годы Чаплин, конечно, в блеске уже развернулся. Ну, безусловно, да, что вот в 30-е. Я, правда, плохо представляю себе вот фильмотеку этих 30-х и 40-х годов, но безусловно киноискусство стало играть роль, чтобы поднять дух народа, создавать, вот превратиться в фабрику грёзд в действительности. Хотя в 20-е годы тоже это присутствовало в принципе. Это просто интересно, потому что мы вернёмся к этому разговору, потому что и в Советском Союзе происходит то же самое, и в Германии там Ленин Рифенштайн, а значит, у нас, понятно, там Любовь Орлова и так далее, и так далее, как шли одинаковыми методами. Но всё-таки ещё к вопросу о Великой депрессии. Ряд экономистов, ну, Томас Холл, да, и Дэвид Фергюсон, это не Найл Фергюсон, который «Восхождение денег» не утверждали, хотя, признаюсь честно, я не знаком глубоко с их утверждениями, что как раз реформы Рузвельта продлили и углубили Великую депрессию. То есть, на самом деле, роль его вот прям противоположна, чем та, которую историки приписывают. Что вы думаете? Вот по поводу этих, если вы знакомы с ним, если вы с противниками Рузвельта? Я знаком, но есть разные совершенно интерпретации. Ведь, так сказать, в истории каждый историк хочет оставить свое имя и какую-то версию новую придумывать, чтобы застолбить свой участочек в исторической науке. Есть и другие версии. Но факты говорят о другом. Факты говорят о том, что действительно он преодолевал эту депрессию. И вот цифры показывают, что в 1939 году, то есть это был десятый год уже депрессии, но это был только, скажем, седьмой год пребывания Рузвельта у власти. Основные показатели самого лучшего экономического года в американской истории, а самый лучший экономический год в американской истории, это был 1929 год. Как ни парадоксально, что и депрессия началась в конце 1929 года, осени. Но по совокупности показателей, как бы по инерции, по всем рейтингам, это был самый лучший экономический год в американской истории. Но в 1939 году по всем абсолютно показателям, за исключением безработицы, за исключением безработицы, Америка достигла уровня 1929 года и в чем-то даже его превзошла. А сколько было безработных в Америке в процентах тогда? Вы знаете, в Америке, значит, когда Рузвельт пришел к власти, было примерно 25% безработных, да. Но в конце 30-х годов цифра колебалась, там он снизил сначала безработицу где-то до 12-13%, но потом произошла такая рецессия в 1939 году, и она немножко подскочила до 16-17%, но потом, правда, вот началась война, и Америка превратилась в арсенал демократии, и тогда уж вообще не хватало рабочих рук, не то, что безработица исчезла. Да уж, арсенал демократии, знаете, у меня есть, конечно, подозрение, почему некоторые сторонники жесткой государственной линии так любят Рузвельт, потому что они говорят, слушайте, Рузвельт доказал всему миру, что без государственного вмешательства в экономику, без государственного вмешательства в общественные отношения, нифига хорошего не будет, поэтому заткнитесь, либералы, ничего рынок не регулирует, регулировать должно государство, меняя картину дня, так, как ее меняло Рузвельт. Ну, ведь невозможно судить об американской экономике, об одном Рузвельте и об одном периоде 30-40-х годов. Американская экономика, в чем ее сила, она развивается вообще прагматически, она развивается циклами. Так, вот, был цикл безудержного, свободного, абсолютно либерального развития экономики в 1920-е годы, и возникла это противоречие между социально безответственным бизнесом и массой плохо оплачиваемых рабочих. Так, Рузвельт это исправил, действительно, благодаря признанию роли государства. Но, затем, когда обнаружилось, что это государственное регулирование становится уже тормозом, начинается новый цикл. И в Америке эти циклы меняют, чередуют друг друга. Другое дело, вот, о чем бы я сказал, что учит опыт не только Рузвельта, но всех циклов американской истории, что бизнес абсолютно никогда не становится социально ответственным. Что, как только появляется возможность, бизнес, я извиняюсь, наглеет и начинает безнравственно максимизировать прибыль. вот, допустим, что произошло при бывшем-младшем. Так сказать, государство отпустило свои контрольные функции и начались беззастенчивые совершенно финансовые пузыри, которые привели к 2008 году. Поэтому, я бы сказал так, что вот, что самое главное, это, конечно, воспитывать бизнес, поскольку он все-таки является нашим экономическим менеджером, его воспитывать вот этим социальным нормам. Да, я понял. Можно сделать такой вывод вполне. Но, давайте-ка перенесемся в 1933 год. Замечательный вообще год. Соединенные Штаты Америки установят дипломатические отношения, признают Советскую Россию. Самая большая экономика планета это делает. Причем, не просто делает, а можно интерпретировать так же с особым цинизмом 1933 год, это год Галла до Мора, и протягивать Иосифу Виссарионовичу в этот момент дружескую руку из океана, это значит позволить ему творить то, что он творил. Вот здесь мы видим, что Рузвельт действительно настоящий блестящий политик, что он многолик. Рузвельт всегда очень правильно и трезво оценивал Сталина. Может быть единственный раз, когда он несколько сошел с трезвой точки зрения в отношении Сталина, это был заключительный этап 1944-1945 годы Второй мировой войны. А так он всегда считал, что это абсолютно деспотичный авторитарный правитель. Он, конечно, прекрасно был осведомлен об этом голодоморе. И, скажем, по меркам сегодняшнего дня признать Советский Союз в 1933 году, это действительно верх цинизма. Но в той конкретно исторической ситуации я бы предпочел слово цинизм прагматизм, поскольку ситуация была необычайно сложная. И помимо Сталина был Гитлер. И нужно было как-то балансировать между этими двумя тиранами. Кроме того, вы знаете, для спасения американской экономики все средства были хороши. А он считал войну неизбежной? Рузвельт, в общем-то, он, ну, вы знаете, такой политик уровня Рузвельта, он не может быть фаталистом. Конечно, он считал, что вот это зло гитлеровское, оно заключает в себе реальную опасность войны, но он, вы знаете, питал иллюзию умиротворения в отношении Гитлера. И в отношении Сталина он тоже считал, что нужно использовать все средства для того, чтобы этот человек, диктатор, ну, как-то умерил свой пыл мирового революционера. Но в 1933 году это был совершенно прагматичный шаг с точки зрения мировой политики, так и это был прагматичный шаг с точки зрения интереса в американской экономике. Но вы знаете, ведь Советский Союз был заинтересован, выражаясь современным языком, в получении высоких технологий из США, в том, чтобы американские специалисты приезжали в Советский Союз. А Рузвельт тоже был заинтересован, что может быть эта индустриализация Советского Союза каким-то образом рассосет американскую безработицу, что часть американцев все-таки поедет. Но вы знаете, это очень трагическая судьба американцев, которые приехали тогда в 30-е годы в Советский Союз, и многие из них со своей американской ментальностью потом оказались вообще в концлагерях. Даже спецы оказались, да? Ну, рабочие, работяги простые. там обманывали, были сокращены им выплаты в инвалюте в начале обещанной, то есть обманывали там пухлятины и кормили. Это верно, да. Но самое главное, что это люди, приехавшие из демократической страны, которые не предполагали даже, что нельзя выйти на Красную площадь и нельзя, допустим, там крикнуть «Сталин дурак», понимаете? Вот, для них это было совершенно дико, они позволяли себе там что-то лишнее сказать, вот. Да, конечно же, посольство-то не инструктировало, куда они попали? Да, посольство, конечно, инструктировало, но, вы знаете, преодолеть себя, стать из-за американского человека советским человеком, это, конечно, совершенно невозможно, но это прагматизм не чаще. Но, вы знаете, вот в отношении 1933 года я вам хочу сказать очень важную вещь, которую невозможно сегодня не затронуть. Дело в том, что вот недавно мне удалось, пришлось услышать совершенно чудовищную ложь относительно голода 1930-х годов из уст такой у нас есть политтехнолог Кургинян. Да, Сергей, во время дискуссии по поводу сталинизма 30-х годов, когда его оппонент заявил о том, что в Советском Союзе был голод, он, значит, парировал тем, ну и что, в 30-е годы везде был голод, и, допустим, в Соединенных Штатах Америки тоже был голод. А то нет, а не что ж мы «Grapes of Wrath», «Гроздья гнева» не читали, как они там ели и голодали, и в поисках монетки катились кувырком по всем штатам. Я хочу резко, решительно возразить, ответить на эту ложь. На самом деле, почувствуйте разницу. Голодомор в России, в Советском Союзе, был искусственно организован, когда зерно изымали, когда деревни украинские, ну, я знаю, об украинских, окружали, так сказать, спецотряды, отряды и отстреливали людей, которые пытались спасти, спастись от голода. Ну, в Америке, действительно, голод тоже возник, но его происхождение было совершенно другим. И, кроме того, Рузвельт сделал все, чтобы спасти людей от голода. Вот он организовал эти общественные работы, куда вовлеклись миллионы и миллионы безработных. Но, по крайней мере, правительство сделало все, чтобы своих людей, люди, в общем, в Америке, это ценность, как ни крути. Так? Ну, я вам хочу сказать, что вообще в отношении Рузвельта сегодня у нас и другие есть мистификации и откровенные фальсификации. Недавно в нашей ведущей правительственной газете, в российской газете, я прочитал статью очень известного обозревателя и писателя Всеволода Овчинникова, который, вот, выполняя, видимо, какой-то заказ, я очень бы удивился, если он сделал это добровольно. Но он развивает совершенно фантастическую и одновременно чудовищную версию о том, что Рузвельт научил Сталина этническим чисткам. Что оказывается, ты, как пишет Всеволод Овчинников, в 1943 году во время Тегеранской конференции, Сталин обратился к Рузвельту с вопросом, вот у нас некоторые наши этносы, там, Течен, Калмыки, Ингуши, они ведут себя не очень хорошо, они обнаруживают склонность сотрудничать с немцами. Что вы мне посоветуете? И якобы Франклин Рузвельт сказал Сталину, А поступите по моему к примеру, сделайте с ними то, что я сделал с американскими японцами. Вот это совершенно с американскими японцами. Вы знаете, что Япония напала, уничтожила американский флот и авиацию в 1941 году, 7 декабря, ну, началась война с Японией, и здесь Рузвельт пошел на то, чтобы японцев, американских граждан, которые проживали на западном побережье, Тихоокеанском побережье, их интернировали вовнутрь Соединенных Штатов Америки, это было примерно 10 тысяч человек, 10 тысяч, небольшое, но действительно не маленькое, но их поместили в специальные такие лагеря, они жили в бараках, но, как показывает статистика, никаких пыток, репрессий в отношении них не применялось, так? Это были вполне сносные условия существования, после этого, после уже войны, американское правительство извинилось, выплатили денежные компенсации, но в чем заключается чудовищная совершенно ложь? Дело в том, что Сталин использовал массовую этническую чистку в июле 1941 года, то есть, фактически, за два, почти года до Рузвельта, и совершенно другую по масштабам, он ликвидировал немецкую республику по Волжье, Миллион немцев были посажены в Столыпинские вот эти вагоны, вывезены в Казахстан и Сибирь, и как подсчитали современные историки, 400 тысяч немцев умерли от голода, от истязаний, фактически, и были поставлены по прибытию в Казахстан, допустим, в условия просто рабов. Спасибо огромное, значит, имейте в виду, дамы и господа, когда вам говорят, что Франклин Делану Рузвельт, такой американский президент, узурпировавший на два десятилетия верховную власть в Америке, подал нам пример командным методом идти в экономику, идти по головам, значит, имейте в виду, что это вопрос, мягко говоря, мягко говоря, неоднозначно. Кстати, Рузвельт был еще и писателем, да, он написал эти пять историй про Шерлока Холмса, дописывал? Ну, может быть, но эта сторона Рузвельта Мазакова интересует, честно говоря. Значит, господа, вот мы целый час пытались понять, что в реальности представляла себя такой действительно выдающий общественный деятель, какой он был, 32-й президент США Франклин Делану Рузвельт. У вас есть все основания не верить тому, что мы говорили здесь. Ну, в таком случае, ну, вот к уважению к 130-ти лет этого человека, 30-го января на полный день рождения, ну, возьмите любые источники. Хотел сказать, открытые и закрытые. Закрытых не осталось открытых. Поинтересуйтесь. Ну, сделайте тогда ваши собственные выводы. Я же должен поблагодарить Дорогователя Центра Североамериканских Исследований Студов Всеобщей Истории Российской Академии Наук, председателя Российской Ассоциации Историков-Американистов Владимира Согрена. Владимир Викторович, спасибо огромное. Да, и прошлое яснее, и яснее. Хотя это кажется не из американской песни. Удачи. Спасибо. Меня зовут Дмитрий Гобин. Оставайтесь на канале «Совершенно секретно». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова